Регулярные пожары и жизнь как на порховой бочке. Такая ситуация в доме номер 3, корпус 2 по улице Гагарина. А в здании сильно изношена электропроводка. Почему за полвека ее ни разу не меняли? Об этом в сюжете. Жители дома номер 3, корпус 2 по улице Гагарина долго думали, в какой подъезд вести съемочную группу. Во всех одинаково плохо с электропроводкой. И в каждом по этой причине уже был пожар. Мы хотим показать нашу электрощитовую, которая не закрывается и доступна всем и каждому. И нашу электропроводку, которая вся находится в скрутках. Пробок нет вообще. Отсутствуют пробки напрочь. Отключиться от электросети при каком-либо ремонте малом я не могу. Все электропровода у нас держатся на изоленте. У меня соседи в 43-й квартире горели, был пожар. Старики мы все за 60-80 лет, они не вылезут из квартиры. С третьего этажа. Баба Вера, она с второго не выйдет от этажа. Не выйдет. Она еле ходит. Последний раз вызывать пожарных и выбегать из квартир пришлось жителям первого подъезда с субботним утром в начале сентября. Нам сказали, что в процессе вот этого было, значит, возгорание, было задымление подъезда. И в результате изношенности электропроводки, электросети. Причина в этом. По словам жильцов, в доме 61-го года постройки за полвека ни разу не проводили капитальный ремонт. И то, какие системы в ремонте срочно нуждаются, судя по всему, в бюро технической инвентаризации определяют на глаз. Так, изношенность этой самой электропроводки по документам составляет всего 55%. Иными словами, с такой жить можно. Пришла девочка, фотографировала вот это все. И все. Мы спрашивали, как вы делаете вот этот мониторинг. Они говорят, ну как, вот у нас фотографии, фотографии черно-белые, что на них видно. У нас фотографии, мы вот ставим. Говорят, а почему ставить вот 55? Вот вы смотрите, по факту это же не 55. Даже я дилетант, и я вижу, что это не 55. А они нам отвечают, а мы не можем поставить вам 75, иначе этот дом будет аварийный. Мы не можем его признать. Активисты дома отмечают первый раз. Фонд капитального ремонта обратились в 2014 году. Там разъяснили, дом включили в программу на 2015 год, затем перенесли на 2016. Сейчас дом по-прежнему в программе на 2016 год, однако только по замене холодного водоснабжения. Что касается других систем, в том числе электрических сетей, то все на рассмотрение. Хорошие новости пришли в лице заведующего сектором управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар. Прекрасно знаем о вашей ситуации. Более того, мы в ваш дом включили крыхозочный план на 2016-2017 годы с ремонтом системы холодного водоснабжения. И по ремонту системы электрики, он у нас стоит в списке первоочередных. После того, как региональный оператор нам представит сумму образовавшейся экономии, он будет в числе первых, которые мы будем ремонтировать. В этом году мы планируем. До конца года три с половиной месяца. Время пошло.